Всем привет! Меня зовут Фенева Татьяна, я специалист по перманентному макияжу, лазерному удалению, лазерной эпиляции. Более 10 лет я помогаю девушкам быть красивыми, решаю различные ситуации, удаляю некачественный перманентный макияж. Каждый день ко мне подписываются все новые девушки, которые мечтают все-таки сделать красивую работу на своем лице, получить устойчивый красивый перманентный макияж и создают одни и те же вопросы, которые их беспокоят. И я сегодня для вас подготовила пункты относительные и абсолютные противопоказания к перманентному макияжу. Хочу их озвучить слух, чтобы вам было понятно, если вы в раздумьях и хотите все-таки провести процедуру, но что-то вас останавливает. Послушайте, может быть для вас это будет полезно, а я расскажу, почему какие-то противопоказания являются относительными, а какие-то абсолютными. Давайте начнем с относительных, которые имеют какой-то период и могут быть в вашей жизни, а потом уходить. Например, ОРВИ и простудные заболевания. Почему? Когда человек болеет, у него отек носа, у него могут слезиться глаза, высокая температура. Конечно, в этот период не рекомендуется вообще что-либо делать, рекомендуется только поправиться и быть здравее. Поэтому, если вы пьете еще противопростудные лекарства, кроверазжижающие, температура понижающие, это не является плюсом совершенно к проведению моих процедур. Поэтому я хочу пожелать вам здоровья. Поправляйтесь, приходите только когда у вас все хорошо, когда у вас насморк, горло в норме. И тогда мы сможем работать и с лицом, и с лифосистемой, и вы будете в хорошем расположении духа, настроении и будете знать точно, что хотите. Поэтому, если у вас ОРВИ или простуда, не нужно делать перманентный макияж, перенесите его позже на неделю. Допустим, на неделю. Следующие из противопоказаний временных, таких относительных, являются хронические заболевания. Например, такие как аллергия. Допустим, цветет пух, у вас отек носа, слезятся глаза практически как ОРВИ, и вы решили взять перманентный макияж век. Но это не лучший случай, поэтому, если ваше заболевание сезонное или что-то из болезни у вас обострилось, отмените процедуру, придите в порядок, сходите к доктору, если необходимо. И когда уже будет в порядке и иммунитет, и общее состояние, и эмоциональное, и физическое, я приглашаю вас тогда сделать уже перманентный макияж. Потому что пока хроническое какое-то заболевание в обострении, это может быть минусом для того, чтобы прижился цвет. Потому что, как правило, когда хронические заболевания обостряются, врачи все-таки назначают какую-то терапию из лекарств, может быть, из уколов, и не совсем хорошо это влияет на приживляемость пигментов кожи. Следующий пункт мы должны осветить химиотерапию. Почему? Ну, рак не изучен, откуда он берется, и как с ним бороться, чтобы не было последствий, пока еще такого не существует. Пока сейчас есть только, скажем так, различные виды терапии, которые позволяют этот процесс удерживать, как-то разрушать. Но нет ни одной терапии, которая стопроцентно дает гарантию того, что вы ее проведете, и заболевание не вернется. Поэтому, если у вас, к сожалению, в жизни произошел такой момент, что у вас онкология, и вы проходите химиотерапию, пожалуйста, занимайтесь этим, не стоит в эти моменты, когда настолько иммунитет испытывает стресс, делать перманентный макияж и косметологию. Следующий прием антибиотиков. Мы все знаем, когда мы пьем антибиотики, происходят процессы в организме такие, что одно из направлений, допустим, температура понижается, но и микрофлора, допустим, рушится. Поэтому, если какой-то происходит, допустим, воспалительный процесс или гормональная терапия, вы не можете пока ее отменить, пожалуйста, займитесь этим вопросом, позже вернетесь к перманентному макияжу. Не стоит совмещать лекарства, гормонотерапии и антибиотики с перманентным макияжем или лазерной, допустим, эпиляции. Это тоже является противопоказанием, потому что, если девушка проходит гормональную терапию, она не сможет устойчиво получить результат в лазерной эпиляции. Лучше не совмещать, это имеет последствия. Так, загар или повреждение кожи. Почему? Да, мы все знаем, что кожа наш самый большой орган, самый заметный. И если вы провели накануне, там, перед визитом 6 часов на пляже и загорели прекрасно, шоколадный оттенок, ну, это ожог. Ожог на лице, на ногах, на животе, везде, там, на спине. И на следующий день вы записаны на перманентный макияж, и это является травмой для кожи. А если еще и лето, вы после этого еще хотите позагорать, представьте себе, на ожог мы провели травму и еще пошли позагорали. Что мы можем получить в итоге? Ну, конечно, пигментацию и минимальный остаток пигментов кожи. Поэтому, если у вас есть возможность перед перманентным макияжем, все-таки за 3-5 дней исключите солнце. Постарайтесь мало бывать именно зоной лица на солнце, использовать SPF 50, возможно, шляпы, широкие очки. Дать коже и подготовиться, и после процедуры все-таки тоже ее защищать. Я рекомендации всегда даю, что сауну, солярий и интенсивные какие-то, допустим, такие манипуляции, как спорт, где клетки быстро делятся, мы исключаем 10 дней после процедуры. Поэтому загар к этому из списка тоже относится. Беременность и грудное вскармливание. Беременность, первый триместр, не рекомендуется вообще ничего, потому что организм занят тем, что приживляет плод. Это прекрасный период для женщины, не стоит его совмещать с какими-то процедурами, ни косметологией, ни перманентным макияжем. Надо позволить просто природе сделать свое дело. Прижился плод, все хорошо, доктора смотрят вас. И если у вас хорошее самочувствие, нету какого-то ужасного токсикоза, вы можете делать абсолютно перманентный макияж. Никак это на вашу беременность не повлияет. Но первый триместр лучше, конечно, позаниматься тем, чтобы посохранить свое здоровье и получить прекрасного малыша, который будет вас радовать всю оставшуюся жизнь. Следующий пункт – это грудное вскармливание. Можно ли в период грудного вскармливания делать перманентный макияж? Можно. Это относительное противопоказание. Почему? Потому что во время перманентного макияжа в грудное молоко не поступает ни пигмент, ни анестезия, ничего не происходит. Поймите правильно, это очень разные процессы в разных местах находящиеся и никак не влияющие друг на друга. Конечно, есть такое, скажем так, старое устарелое мышление о том, что нельзя красить волосы, делать перманентный макияж, даже красить маникюр, что это влияет. Но поверьте, это все старые какие-то принципы, которые передавались из уста и никак не связаны с жизнью. На самом деле, если женщина хорошо себя чувствует и кормит в этот момент грудью, она может делать процедуры, связанные с внешностью, улучшать ее. Но понятно, что это в пределах разумного. Перманентный макияж не является какой-то серьезной такой процедурой, которая является вмешательством, или там будет анестезия с общим наркозом. Ничего такого нет. Поэтому, ну все-таки, если вы сомневаетесь, конечно, докормите малыша, потом приходите. Это ваше личное решение. Женские дни, да, менструация. Менструация такой период у женщины, когда она не знает, что хочет. Она не всегда себя хорошо чувствует. Поэтому советую, если у вас менструация, побыть 2-3 дня дома, побаловать себя чем-нибудь вкусненьким, полежать на диванчике. И позже, когда у вас будет хороший эмоциональный фон, прийти ко мне на процедуру. Потому что, как правило, в такие дни мы не знаем точно, что хотим. Поэтому совмещать их с процедурами я не рекомендую. Опухоли родинки. Опухоли родинки, это не ко мне. Я не могу ничего про это сказать. Если это произошло, и вы пришли ко мне, и я увидела, что рядом с работой, где мне нужно провести перманентный макияж, есть какая-то родинка. И она не имеет ровные края, или выпуклые, или цвета необычного. Я в перманентном макияже отказываю и отправляю вас к доктору. После заключения доктора, тогда мы встречаемся и проводим, после разрешения такой бумаги, когда я ее увижу, что можно работать с этой зоной. Конечно, ее не затрагивая, рядом я могу провести процедуру. Возраст до 18 лет. Ну что сказать, до 18 лет, до 25 даже я не рекомендую делать перманентный макияж, потому что все дано природой, все красиво, все натурально, не стоит никаких делать вмешательств. Но если девушка молодая и все-таки решила сделать перманентный макияж, и тогда мы подписываем соглашение, если девушка 18 лет, тогда это уже разрешено. Если до 18 лет, то мне нужно разрешение от родителей или сопровождение одного из родителей на процедуру, чтобы я знала, что это все согласовано. Но в моей практике такого не было, и я надеюсь, не будет, потому что до 25 лет, мне кажется, каждая женщина прекрасна, ей не стоит никаких делать манипуляций, они все будут добавлять лицу возраста. Аутоиммунные заболевания – это различные заболевания, которые имеют различные последствия. И поэтому, если у вас какие-то заболевания, связанные с иммунитетом крови, допустим, с тканями и так далее, что-то в процессе обострения, вам нужно обратиться не ко мне, а вам нужно идти к лечащему врачу и как-то решать вопрос с иммунитетом. Поэтому данные заболевания являются относительными противопоказаниями, потому что есть разные периоды, когда по-разному влияют на процессы в коже. Поэтому мы их ставим в относительные, но вы за ними следите, потому что здоровье важнее, чем перманентный макияж. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!